Сегодня ночью, когда все прогрессирующее человечество столицы Среднего Урала страдало хоккейно-финальной формой бессонницы, жители девятиэтажки с полукультовым адресом Бардина 41 поимели у себя под окнами еще одно ночное развлекательное зрелище. В первом часу ночи на парковку напротив 4 отдела полиции с целью навестить друзей, живущих по соседству, заехала девушка Кристина на Гелендвагене. А там яма как раз размером с ларек, для надежности прикрытая водой. Прикрытие сработало четко. Городской внедорожник стал частично наддорожником, повис на собственном левом пороге, а левое колесо, переднее, чуть не на метр погрузилось в яму, отчего, соответственно, чуть не на метр наддорожным стало правое заднее колесо. Заехала к другу припарковаться, то есть сюда заезжала, и отражение лужи, ямы полностью вообще не видно. То есть начала припарковываться и улетела в яму просто-напросто. Никаких ограждений, вообще ничего не было, никаких знаков, ничего не видно было. Отражение просто лужи в темноте от фар, и все. То есть машина провалилась, немножко ее сейчас отдернули, то есть там яма глубокая, машина встала, только она, получается, одно колесо было поднято. То есть выйти из машины никак, потому что здесь лужа перелазила через пассажирское сидение. Попытка Кристины выехать из воронки напротив полиции самостоятельно, основанная, видимо, на явной переоценке вездеходных способностей и детища австрийских конструкторов привела лишь к тому, что Гелик окончательно замер в позе ни туды и ни суды. Хотя чего-чего, а воды при этом было предостаточно. Друзья, к которым приехала бедная Кристина на коробчонке за 100 килобаксов, и друзья друзей, вместо того, чтобы наслаждаться зрелищем финских хоккеистов, устроивших из штрафной скамейки трамвай в час пик, веселились во втором часу ночи по-своему. Стекло-то опусти! Не опускается! Давай там! В конце концов, после обсуждения вариантов с двойным поддомкрачиванием или подъемом с помощью вертолета, люди пришли к мудрому решению, и это решение вскоре приехало к людям и протянуло им сдвижную платформу помощи. Яма напротив полиции осталась поджидать свою очередную жертву. Остался и висевший в воздухе вопрос, какого ляда блюстители закона спокойно наблюдают творящееся прямо перед их крыльцом нарушение права граждан на безопасное житие и всего лишь следят за количеством влетевших сюда машин, любезно сообщая очередному залетчику его порядковый номер. Ну а Кристина твердо намерена кого-нибудь за это материальные ущербы нас засудить. И не только материально. Моральные ущербы и плюс еще к тому же стресс.